Вы, наверное, не можете не знать, что на последнем союзе театральных деятелей было заявление Константина Райкина о цензуре в театре. И после этого была достаточно бурная полемика по средствам массовой информации, и многие зрители, читатели, слушатели узнали, что на самом деле государство практически датирует огромное количество, почти все театры, ну, там, в Москве. Я на это сказал. Вот мы просились. Вот российская интеллигенция, она все-таки неисправима. Вот она неисправима, понимаешь? Ну, что вам, плохо было? Теперь все знают, как это происходит в театре, что, оказывается, у нас театров там в 50 раз больше, чем во Франции. И все это датируется так или иначе государством. Миллиарды тратятся. Да, и российская общественность может начать задавать вопросы, а нужно ли? И началась задавать вопросы, да. Вот, и вот спрашивается, а зачем? Вам что, плохо жилось? Нет, ну, ответ на то, что нужно это или не нужно, я думаю, достаточно, ну, как мне представляется, очевиден. А все-таки в Димар Шрайкина там какое-то было рациональное зерно. Вот вы считаете, есть момент, как бы, ограничений, цензуры на воспроизведение, там, тех или иных смыслов, на употребление ненормативной лексики и, что касается пропаганды никотина, мы просто знаем, что это есть напрямую. Это оправданный процесс, это запрос общества, социума или это действия какие-то чиновников и властей? Нет, ну, я думаю, Константин Аркадьевич такой, как свойственно нам, художникам, какой-то эмоциональный, кому-то не понравился, может, и в спектакле, я не знаю. Я не вижу никакой цензуры, у нас нет цензуры. В кино нет цензуры? Нет, я никогда не встречал, ну, не встречал, в советское время встречался, да, потому что мне вырезали из картин, хотя я не могу сказать, что я был самый, там, пострадавший, или мне никакой, как Саша Аскольдова, там, комиссар на полку клали, но у меня такого не было, ну, купюры были из картин, но с 91-го года я ни разу не встречал никаких проявлений цензуры, поэтому я... Нет, ну, а сцены с курением, которые фактически запрещены в кинематуре? Ну, а почему они? Ну, они не запрещены, просто там есть какая-то, там очень странная формулировка, что если это необходимо для художника, если это не несет необходимости, то есть это трактуется, на это смотрят никто, я не видел, что кто-то это запрещал. Там максимум, что ставится, что там идет строка на телевидении, там, в этой картине есть сцена для курения, то есть, то есть, такие какие-то моменты. Ну, допустим, вопрос нецензурный, там, лексики, но я ее никогда не применял сам. То есть, в кино... Режиссеры используют этот инструмент очень эффективно, то есть, вот, какая германика, допустим, она вот просто... Ну, я это не знаю, я считаю, и даже я считаю, в этом есть какая-то слабость, потому что я не считаю, что искусство должно копировать жизнь. Смысл искусства ведь не в том, чтобы показать вот все как в жизни. Смысл искусства создать некий художественный образ, чтобы зритель в него поверил, чтобы эмоционально он, так сказать, его каким-то образом тронул. Но это не значит, что надо обязательно показывать помойку и, так сказать, все время... Ну, это абсолютно не сообразуется, с моим пониманием, искусство. Это значит, что летят журавли... Можно вылить ведро красной краски, да? Там, убийства героя. Можно. И это абсолютно не трогает. Классический пример в «Летят в журавлях», там, когда Баталов, там, небо, там найдено, такие мощные образы, и, так сказать, это выглядит... Это тебя трогает гораздо больше, чем если бы там вылили вот ведро красной краски, как на съемках делали. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!